Здравствуйте, уважаемый Мухтар Кабулыч! Здравствуйте, уважаемый Касум Жаморт Кемелыч! Касум Жаморт Кемелыч, я выхожу на этот эфир через Мухтар Кабулыч из-за того, что вы этот канал больше смотрите. Я никого не привлекаю ни на какие-то митинги или кого-то что-то. Мне хочется выразить свое мнение и вообще общество наших инвалидов, так как у нас очень в плачевном состоянии наши инвалиды находятся. Сегодня у меня Касум Жаморт Кемелыч 18-го проходил суд в Нур-Султане, в городском суде. У меня был такой иск. Я подавала своего председателя нашего казахского общества слепых, Алмата Сабетяновича Нур-Сбаева, так как он незаконно его юстиция зарегистрировала в 2017 году. Почему? Я посчитала, что он незаконно зарегистрированный. За ним имеется большой толк на сумму 134 миллиона 280 с лишним тысяч тенге. И другие у него тоже долги есть государству. Там еще где-то 700 тысяч и где-то еще другая сумма есть. Но вот Касум Жаморт Кемелыч, вот поймите, не одна я тут жалуюсь на Алмата Сабетяновича Нур-Сбаева. Тут уже все регионы стали жаловаться, потому что действительно Алмата Сабетянович, во-первых, он, как говорится, как председатель или как человек, он не умеет работать с людьми. Он всего лишь бизнесмен. Купи-продай это называется. Вот, опять-таки, юстиция, министерство нарушило наши конституционные права. Как же теперь мы должны жить, если мы, инвалиды, остались без работы? Предприятия рушатся. В госзакупках идет сплошная коррупция. Это мы уже сто раз выкладывали в этих соцсетях. Но никто нас не обращает. Я даже вот скажу, вот смотрите, стопка писем к вам отправляли и ваш президент аппарата, и ваш парламент. Везде писали ответ такой не пришел, который бы решился в пользу инвалидов. А у нас инвалидов в Казахстане более 20 тысяч людей. И все так же хотят нормально жить и так же существовать, и так же лечиться в хороших санаториях или в хороших клиниках. Но у нас средство не позволяет. Вы на это не хотите внимания обращать. Почему люди вот на митинги выходят? Почему? Вот почему не зададите вопрос себе? Почему так люди поступают? Почему у них криптушисты? Если бы человек жил бы хорошо, он бы и никогда не пошел бы против течения. Правильно же ведь? А так получается. Каждый раз избиений. КНБ вы поцелаете все, что нарушают права Конституции. Тут люди, никто не нарушает конституционные права. Работы нету ни у кого. В аулах действительно плачевное состояние. У кого-то воды нету. Кто-то не может на скорой доехать до больного человека. Вы же эти все новости-то смотрите, слышите. Почему не хотите взять в руки и поставить в нужные русла? Почему мы должны кричать? Вот я вам скажу, Касунжа Мартимилович, вот эти районный суд, городской суд, это за бесплатно это не сделали. Конечно, я не ловила, что там они деньги друг другу передавали. Но тут ясно же, если они взяли в наглую, решили в пользу нарушителя, и вы теперь будете меня обвинять, что я сейчас выразила, что вот действительно все-таки денежная коррупция идет. Я вот, например, считаю, не только я, в моей окружении тоже считают инвалиды. Тоже сегодня горько им было слышать, что я проиграла суд. Я не проиграла, это было действительно связано с коррупцией. Вы говорите, что вы слышащая страна, что вы слышащая государство. Но если вы слышащие, ну почему у нас не получается, так как мы правильно подаем иск, например. Мне, например, незачем обвинять, например, просто так кого-то. Я так никак не могу. Ну действительно же конституционные права нарушены. Я к вам прошусь на прием. Вот инвалид у меня муж, афганец, Жаксугул Азис Кайлибекович. У него тоже когда-то выкрали документы на первом предприятии Алтнайку Мрадбаевна Ибрагимова. И получала своему взятию зарплату. И это тоже не могли доказать. Когда я писала, обращалась во всякие инстанции правоохранительные, тогда сказали, что Харапай, ведь это же система. Вы против системы ничего не сделаете, это система. Так и оно выходит, что ли? Что же нам делать? Лекарства, вот кого-то глаза подлечить, очень дорогие, очень недоступные. Как же нам жить? Нам работать никак не дают. Мы сейчас сидим в четырех стенах. Когда бы могли работать? На Урузбаев не работодатель. Просто он бизнесмен. У него только на уме деньги. Если бы он такой отличный был, что же он своего сына так довел, что он на 15 лет в тюрьму попал, зарезал единственного ребенка, 20-летнего в семье. И вы поймите, жестокий человек над нами правит. Это разве реально? Примите, пожалуйста, меры. В конце концов. Примите. И не делайте такие ошибки к нам, к инвалидам. Мы что плохого сделали? Или теракт совершили, или кого-то убивали мы. Мы спокойный народ. Мне крик души всегда будет насчет инвалидов. Так как я полностью сама незрячая. Я зависит только от зрячих людей. Вот, например, Алмат Сабиджанович взял, купил Тулеевой Ахнур двухкомнатную квартиру. А инвалиды скитаются по миру. Вот я одну женщину знаю. Гульнат ее зовут. Но фамилию я забыла, извините. Она, например, поставила на газ мантоварку, перевернула нечаянно на себя. Почему это так с ней случилось? У нас когда-то при Советском Союзе реабилитационные центры были. Мы ездили в Алакаламск, БИСК. Ну, в Алмате тоже можно было такой центр открыть, чтобы вновь ослепшие инвалиды могли ориентироваться, научиться. Там же в этом реабилитационном центре у нас и шить учили, и варить учили, ориентироваться учили. Снимали страх, снимали боязнь человека. Были психологи хорошие. Почему бы это не приобрести? У нас же баснословные деньги от государства поступают, но только получают единичные люди. Это, знаете, кто приближается, вот, например, к президенту или председателю, или что-то, как вам сказать. Вот приближенные только получают большие суммы, слепые опять остаются беспомощными. Разве это нормально? Скажите, пожалуйста, Касым Жамар Кемелович. Ведь я же вам не грубила, не обзывала, никакой плохой брани не бросалась. Мы только обращение делали. Да, действительно, Карибаев, когда выступил, ну, будем обращаться в Европарламент. Но это сказали не от того, что мы хотим это обращаться. Если вы сами не хотите меры принять и помочь, ну, куда нам деваться? Куда нам деваться? Скажите, пожалуйста. Касым Жамар Кемелович, примите, пожалуйста, моего супруга, инвалид афганца, и Джагыб Кушахар Сагибековна, и я жена являюсь. Я хочу к вам лично попасть на прием. И не хочу у вас, например, быть с вами в ссоре или там обзывать, или там обкидываться какими-то тяжелыми словами. Но нам надо помочь. Вот все инвалиды. И Чингент обратился уже, и Сарагач, и Туркестан, и Караганда, и вот Кустанай, и Алмата. И все, все плачут, что мы ущемлены в своих правах. Ну, разве так можно поступать? Касым Жамар Кемелович, не будьте жестоки к людям, ну, все-таки примите нас. Вы с нами найдете общий язык. Не надо с коррупированной группой находить общий язык. Найдите с нормальными нашими инвалидами. Все у нас они грамотные, все такие видные, все такие умные, все выученные. Ну, а на одного коррупционера, как Алмата Собиджановича, это, как говорится, анархист какой-то. Вот действительно, он жестокий. Ну, мы с ним общались. Он мог по пьяни... Что попало, говорите? Неуместные слова. Ну, зачем такой неграмотный человек 20 тысяч инвалидов правит? Нам нужен правильный человек, который действительно будет благо на инвалидов, на наш народ. Нет. Зачем усугублять вот эти отношения наши? Зачем? К чему вы так и делаете? Вот действительно, я вот к Осанову, в Верховном суде обращаюсь. Я вот хочу к вам на прием попасть. Вот действительно, все документы предоставлю, что Алмата Собиджанович зарегистрирован незаконно. Сама юстиция нарушила все права наши. Сегодня вот даже адвокат все правильно выложил, всю картину, всю хронологию правильно выложил. Судья отошла только на одну минуту, сказал, нет, иск отклонить. Это разве правильно? При таких долгах. Во-первых, его не съезд выбирал, о плену. Вот действительно, все это об этом знают. И все кричат, и все выговаривают. Но никто нам не хочет помочь. Мы просим, как инвалиды, вот, вашей помощи, Касым Жомар Кемелович. Если даже с порыва гневи сказали, что мы в Европарламент будем обращаться, но вы, если услышали это, почему вы не дадите своим руководителям, поправить это все. Не надо на жестоком основе с нами расправляться или ущемлять наши права, и ущемлять нас в лекарствах, ущемлять нас в питании, и ущемлять, или куда-то, чтобы могли выехать. Сделайте, чтобы было демократическое все. Так что я, вот, знаете, обращаюсь от всех инвалидов, все выступления, я уверена, что вы это все прослушали. И думаю, что, надеюсь на хорошее, что будет все-таки достойное решение для наших инвалидов и для нашего народа. Не надо народу ущемлять. Наши ресурсы хватает, всем оно хватит. Все мы не, и, как говорится, на этой земле гости, и не надо так ущемлять человеческие права. Вот на этом я заканчиваю свой эфир. Косом Шомарт Кемелыч, я жду хорошего ответа и поправки в горсуде. Пусть они пересмотрят этот суд, нормально решение вынесут. И сделайте не только для одной Джакиповой Кульшахар, а вы спасете 20 тысяч инвалидов, которые страдают, которые не могут на работу выйти, и которые не имеют дохода. А если это все поправите, наши инвалиды будут тоже работать. Придет же все-таки хороший руководитель. Не все же такие могут быть злые или, как бы вам сказать, неправильные. За это вам спасибо. Я вас жду от вас только хорошего. Ставьте лайки. Народ инвалидов тоже выходите на эфир, и выступите, и выражайте свое мнение. До свидания.